МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Битва на Соме осталась в исторической памяти не только потому, что была одним из крупнейших сражений Первой мировой. На ее известность сильно повлияли три факта. Во-первых, это было самое большое сражение, в котором на первых ролях в порядке исключения оказались англичане. Во-вторых, именно тогда впервые в боевых действиях были использованы танки. И в-третьих, потому что, несмотря на это новшество, англичане понесли в той битве огромные потери. И этот шрам надолго остался в памяти англосаксов. Операция на Соме входила составной частью в общий наступательный план союзников на 1916 год. Причем наступление на Западном и Восточном фронтах должно было начаться практически одновременно, чтобы затруднить жизнь противнику. Русским Брусилову пришлось подняться в атаку раньше намеченного срока, чтобы спасти нового союзника Антанта и итальянцев. Те, не выдержав натиска австрийцев, оказались на грани разгрома. В результате битва на Соме началась не одновременно с наступлением на Востоке, а уже после того, как измутанные успешным, но очень тяжелым прорывом русские, были вынуждены остановиться. По мнению историков, битву на Соме англичане и французы проиграли, хотя и продвинулись немного вперед, потеснив немцев. Как пишет Андрей Заянчковский, это была очевидная неудача, принимая во внимание собранные здесь силы, а в особенности могущественные технические средства и длительность подготовки. Углубление при таких условиях в неприятельский фронт на 3-8 километров, иначе как неудачей и нельзя назвать. Действительно, прорвать германский фронт не удалось, несмотря на мощную артподготовку, танки и отчаянное упорство, с которым англичане шли на немецкие пулеметы. Смелости англичанам, порой, правда, граничившей с легкомыслием, не откажешь, а вот с умением воевать дело обстояло много хуже. Как пишет историк Анатолий Уткин, пехотинцы шли вперед, навьюченные 30-килограммовым грузом, понадобятся в долгих переходах по немецким тылам. Некоторые беззаботно катили перед собой футбольный мяч. Впереди пустыня. Кто может выжить после недельного артобстрела? Между тем, надежные оборонительные укрепления немцев артобстрел выдержали, а густые цепи англичан представляли для пулеметчиков отличную мишень, чем немцы в полной мере и воспользовались. По воспоминаниям очевидцев, германские пулеметные стволы раскалялись и выходили из строя, а гора английских трупов психологически негативно действовала даже на самих пулеметчиков. Готовились англичане к наступлению 5 месяцев, собрали в кулак огромную огневую мощь, а вот обучить своих солдат должным образом не удосужились. Большинство английских пехотинцев были добровольцами, поэтому в бой они действительно рвались. Вот только боевого опыта не было совершенно. Лишь относительно небольшая часть из них участвовала до этого момента в боях против турецких войск в Галлиполе. Для остальных это был первый бой в жизни. Для многих он оказался и последним. Впрочем, примерно то же самое об уровне подготовки можно сказать и об английских артиллеристах, от точности стрельбы которых и быстроты смены цели зависел успех наступления. Между тем, как отмечает историк Норман Стоун, английский командующий Хейк, не доверяя своей пехоте, полагался как раз на артиллерию. Однако, как пишет Стоун, расчеты не были надлежащим образом обучены. Надежным методом подавления противника стал ползущий огневой вал. Огневая завеса, двигавшаяся впереди пехоты и заставлявшая неприятеля прижиматься к земле. Однако для такой техники обстрела требовались средства связи и управления, какими британская армия тогда не располагала. Огневой вал направляли наблюдатели, пристроившиеся где-нибудь на дереве и являвшие собой хорошую мишень для снайпера. Немалую роль в крупных просчетах и потерях англичан сыграла и личность их командующего. Как пишет Уткин, в дневниках и письмах Хейга нет свидетельств подлинного человеческого сострадания. В нем постоянно ощущается удивительная отчужденность. Он прошел сквозь страшные годы войны, словно ведомый неким внутренним голосом, чувством, ощущением следования своей судьбе. А потому верил в свою звезду больше, чем в реальность. 60 тысяч потерь в первый же день наступления. Но Хейг, продолжая слепо верить, что потери немцев не меньше, приказал на второй день возобновить наступление. Между тем, на самом деле, потери немцев были в 10 раз меньше британских. К тому же, к ним быстро подошли подкрепления. В результате и дальше немецкие пулеметы легко находили свою цель. А англичане храбро, но бессмысленно гибли. Разумеется, потери несли не только англичане, но в первую очередь именно они. Немцы находились в окопах, а французские силы наносили лишь вспомогательный удар. Согласно первоначальному плану, союзников и англичане, и французы должны были внести одинаковый вклад в это наступление. Однако после верденской мясорубки план пришлось скорректировать. Поэтому и было решено, что на Соме главный удар нанесут англичане, а французы по мере сил их поддержат, отвлекая на себя часть германских войск. По той же причине была сужена зона наступления. Первоначально его планировалось ввести на ширине в 70 километров, а в реальности пришлось наступать на ширине в 40 километров. Тем не менее, успеха добились не англичане, а французы. Могли бы сделать и большее, но подвели строгие штабные установки – выдерживать график наступления. Поэтому, достигнув первых запланированных штабом рубежей, они вместо того, чтобы развивать успех, остановились, ожидая, когда свою задачу выполнят англичане. То есть французы делали прямо противоположное тому, что делал Брусилов. В ходе Брусиловского прорыва русские вырывали следующую линию обороны противника, зачастую буквально на плечах отступавших австрийцев. Любопытный пример приводит Заянчковский. На одном из участков фронта, где французам удалось добиться эффекта неожиданности, их успех был особенно значительным. Немцы в панике даже оставили без боя два важных пункта – Биаш и Барлё. То есть фактически отдали в руки французов весь участок южного берега Сомы. Однако, как пишет Заянчковский, французский командир корпуса, строго руководствуясь указанным ему рубежом, приостановил свое наступление. А германцы вновь заняли эти важные селения. Интересно, что Барлё французам так впоследствии и не удалось завладеть в течение всей дальнейшей четырехмесячной операции. Отбив первый натиск, немцы подтянули резервы, и битва приобрела затяжной характер. Сражение длилось четыре с половиной месяца. С обеих сторон в ней участвовало 150 дивизий, около 10 тысяч орудий, тысяча самолетов. А в результате союзники лишь незначительно отодвинули германскую оборону. Самым любопытным моментом в том сражении стало, безусловно, первое использование на поле боя танков. Однако об этом поговорим в следующий раз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова